Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Значит, у меня просьба. Скажите, пожалуйста, часто ли вам за последнее время приходилось сталкиваться с необходимостью платить существенные деньги, то есть существенно превышающий месячный доход семьи за те процедуры, которые, в общем, должны быть относительно бесплатными? Итак, ответ «Да, приходилось». 8495.134.27.35. Ответ «Нет, все как-то получалось хорошо по закону, и даже я не боюсь этого слова по Конституции». 8495.134.21.36. Теперь, соответственно, поговорим о ситуации, с которой сегодня столкнулась Россия как страна, как цивилизация. А вот никто не звонит, это интересно. Это... А, нет, вот один человек позвонил пока. Значит, проблема эта состоит вот в чем. Дело в том, что, в общем, почти тысячу лет наша страна жила в рамках некоторой модели развития. Сначала это была модель православная, потом эта модель была социалистическая. Эта модель была всем понятна. Переход от одной модели к другой был достаточно жестким, и длился он не 2-3 года, как официально длилась гражданская война, а больше, практически 20 лет. Фактически, в реальности, междоусобная схватка между различными вариантами модели закончилась к 1938 году. Ну, собственно, вот в 1936 году была принята Конституция, и это был такой... И последний всплеск, это был вот 1936-1938 год, это такое вот продолжение гражданской войны уже внутри правящей коалиции между теми группами, которые стремились к большей демократизации, то есть сталинской, и той, которая стремилась к большей автарке и, значит, большей диктатуре. Это группа, ну, тех людей, которых мы сегодня называем селовиками, потому что там сложное было. Там были военные группировки, там были группировки спецслужб, и конструкция там была сложная. Значит, еще раз напоминаю, вопрос следующий. Приходилось ли вам в недавнее время сталкиваться с вымогательством денег со стороны официальной бесплатной российской медицины? 8495-134-21-35. Да, приходилось. 8495-134-21-36. Нет, не приходилось. Еще раз, те, кто не сталкивался с медициной, тьфу-тьфу-тьфу, да, я думаю, что звонить не нужно, потому что у них, как бы, ни да, ни нет, да, вот. А, ну, можно тогда, ну, ладно, давайте третий вариант, не будем, два. Значит, в конце 80-х, начале 90-х люди, которые организовывали вот разрушение СССР, они шли к модели периферийного капитализма. То есть, суть их модели была в том, что они хотели быть богатыми людьми в рамках капиталистической модели, но при этом ни в коем случае не претендовали на то, чтобы чем-то руководить и что-то определять. То есть, это, если вы посмотрите, да, на политику Гайдара, на политику всех наших олигархов, они все, все время исходят из одной логики. Солнце встает в Вашингтоне. Это не просто так, это внутренняя, очень важная позиция. Фактически, она построена, там, на самом деле, немножко более сложная логическая цепочка, которая устроена так. А я получил собственность, причем получил ее нелегально. И все, кто стал миллионерами и миллиардерами, практически понимают, что они получили нелегально. У нас есть люди, которые стали очень богатыми легально, но они как раз не на слуху, потому что они занимаются своим делом. И они известны мало. Значит, я собственность получил нелегально, поэтому мне нужна защита. Внутренней защиты быть не может, значит, она должна быть внешняя. Если я признаю внешнюю защиту, я должен признавать, что этот кто-то, кто меня защищает, имеет право писать правила. Более того, я плачу за защиту не только деньгами, даже не столько деньгами. Потому что, ну, вот эти деньги там никому не нужны. Они и так, скажем, не по-русски, но понятны. Ихние. А платится как раз тем, что очень жестко соблюдаются их интересы здесь. То есть, иными словами, все попытки объяснить этим людям, которые получили власть и собственно из начала 90-х, про то, что есть Россия, что у нее есть какие-то интересы, что есть люди на этой территории, они, ну, это как об стену горох. Это бессмысленно. Потому что эти люди у них в модели, в модели подчинения внешнему интересу, который обеспечивает, которое обеспечивает их собственность и их дешевты. Вот это ключевая проблема сегодняшней России. Потому что уже стало понятно, что Россия как страна существовать в рамках такой схемы не может. И дело тут даже не в том, что Запад очень хочет Россию расчленить и уничтожить. Там есть, конечно, люди, которые этого хотят, ну, типа Бжезинского. Хотя даже Бжезинский в последнее время стал немножко менять свои интересы. Но, впрочем, ему уже столько лет, что уже непонятно, да, это у него разумные или уже наоборот неразумные. А там есть довольно много людей, которые этого совершенно не хотят. Я напоминаю, что есть довольно серьезные основания считать, что Буш-старший как раз этого не хотел. И он вообще не хотел распада СССР. Ну, у него были такие узкоутилитарные интересы, связанные с ядерным оружием. Но, к слову сказать, кое-что из арсеналов СССР таки утекло. И теоретически еще даже может выстрелить. Хотя, конечно, атомная бомба имеет некоторые ограниченные сроки хранения. Но, если еще и Россия будет распадаться, то проблем будет куда больше. Значит, давайте мы голосование закончим. Вот люди пишут, что проблема, да. Но, тем не менее, у нас примерно 83% объясняют, что требуют деньги. И только 17% говорят, что деньги не требуют. То есть, фактически, наша медицина из части того, что в Конституции называется социальным государством, стала просто инструментом для вытягивания из людей денег. Но я уже не говорю про то, что медицина для людей исчезает. Вот я считаю, что это социальная катастрофа. И с ней, конечно же, придется бороться. В случае, если ситуация в стране будет меняться. Так вот. Еще раз повторю. Я сейчас говорю о философских вещах. Я не хочу вдаваться в конкретные детали, механизмы, как это устроено, кто конкретно. Это неважно, потому что имеется некоторая общая модель. Значит, сегодня современная российская элита, анмас, то есть вся вместе, вот как ее рассматривают, как нечто целое, не влезая в детали. Она легитимность свою черпает снаружи страны. Отметим, что этим она разительно отличается от легитимности лично Путин, который в 12-м году выиграл выбор. И народ признал, что он выборы выиграл. Вот это очень важная психологическая вещь. Я уже говорил про концепцию византийскую, в которой император является защитником народа от бояр и олигархов. И в этом смысле царь хороший, а бояре плохие, это не шутка и не анекдот, а это выраженная в таком коротком виде византийская традиция власти, которая имеет под собой многовековую основу. Но я сейчас хочу вернуться. Поскольку объективно у России интересы есть, то начались в 2000-е годы серьезные противоречия. Путин, который пришел как наемный менеджер элиты, сформировавшейся в 90-е годы, вначале эти противоречия замечать не хотел. И, в общем, совершал разные поступки в рамках интересов тех лиц, которые обеспечивали легитимность той элиты, которая его пригласила. Из наиболее известных историй это отказ от военных баз на Кубе, во Вьетнаме, закрытие Камрани, закрытие Лурдоса, центра, который следил за Соединенными Штатами Америки. Ельцин, который казался человеком абсолютно несерьезным, тем не менее еще имел советскую школу и понимал, что есть вещи, которые делать нельзя, потому что это личная безопасность. А Путин пришел во власть как наемный менеджер элиты. Элита, еще раз повторяю, не может не учитывать интересы тех, кто обеспечивает им собственность. А они в том числе требовали закрытия этой базы. Но за те годы, что прошли, с 2000 года, стало в общем понятно, что у России интересы есть, и если этими интересами пренебрегать, то это приведет к чрезвычайно тяжелой внутренней ситуации и дестабильности. И никакими силовыми способами это удержать невозможно. Ну, потому что будут происходить два события. С одной стороны, соратники будут бежать с тонущего корабля, а с другой стороны, будут возникать технологические проблемы, которые совершенно невозможно решить силовым способом. Ни армия, ни внутренние войска, ни национальные гвардии, ни даже, я не боюсь этого слова, чекисты, не в состоянии ремонтировать теплотрассы или чинить электричество. Это невозможно. А инфраструктура довольно дорого стоит. Но я уже не говорю про то, что разогнать можно митинг в 10 тысяч человек, а разогнать митинг в полмиллиона человек невозможно. То есть, можно всех убить, но тогда это уже запредельный случай. Вот это вот картина мира, с которой мы столкнулись. Путин, придя в 12-м году, еще раз повторю, с мандатом от народа, эту ситуацию попытался разрешить. Хорошо ли, плохо ли, он там, кто-то ему написал пресловутые майские указы, до выборов он выступил со знаменитыми статьями. И все бы ничего, но только нужно понимать, что реализация любых указов, законов, постановлений, неважно чего, этим занимается элита, которая, еще раз повторяю, рассматривает Запад как гаранта. И каждый конкретный представитель элиты начинает думать и считать. А вот что делать, да, что для меня важнее, моя личная собственность или интересы Родины? Говорит, ну, пускай кто-нибудь другой занимается. Нет, я, конечно, буду защищать интересы Родины только тогда, когда это не противоречит интересам моей собственности. Ну, а поскольку любое действие по изменению ситуации, оно как-то влияет на собственность, то в результате мы видим абсолютно тотальный саботаж любых действий. И так продолжалось, вот сколько, ну, вот в 12-м году были выборы, в мае, вот, значит, уже прошло 3 года, 4 года уже прошло. Никакого нету результата, да, вот, просто ничего не изменилось, ситуация ухудшается, цена реальной медицины растет. Вот, если человек заболевает тяжелой болезнью, например, раком, и у людей нету денег, сравнимых, ну, там, с миллионом рублей, ну, пока рублей, то это верная смерть, просто потому, что пока тебя протащат через все коридоры формально-бесплатной медицины, ты уже три раза умрешь. А я уже не говорю про то, что в регионах, там, во многих уже просто нету вообще медицинской помощи физически, потому что все больницы осельские закрыты, специализированные, даже в райцентрах закрыты, ну, и просто невозможно получить медицинскую помощь. Образование мы знаем, что происходит, ну, и так далее. Так вот, сегодня стало понятно, что эта модель подошла к тупику. И нужна либо модель существования России, современной, в которой имеется элита прозападная, которая владеет всей собственностью страны и, соответственно, собственно, страной и людьми, которые там живут. Теоретически элите, это, в общем, на людей наплевает, но проблема в том, что вот эта вот необходимость интересов, интересы России хоть как-то отстаивать привела к тому, что внутри российской элиты образовалась группа лиц, которые стали невъездные на Запад. Они волей-неволей вынуждены становиться патриотами, потому что имущество отберут и все остальное. Но проблема тут в другом теперь, потому что народ их не воспринимает отдельно от предыдущей элиты. И что самое смешное, легитимность их собственности, она все равно определяется Западом. Потому что внутренняя легитимность собственности отсутствует. Мы знаем, как это устроено в нашей стране. То есть человек, который имеет внутри собственность, которая не подкреплена внешними документами или там еще чем-то, он мгновенно становится жертвой рейдерского захвата. Потому что кроме медицины и образования у нас приватизирована и судебная система. Ну а дальше все понятно. И у нас есть административное давление. Вот тут написано, мне тут пишут. Но есть уже модель Зимбабве, где жирующие власти, голодный арабский народ, голосующий 146% за их вождя Мугаби. Так что расслабьтесь. Я прошу прощения, я бы расслабился. У меня в этом смысле вообще нет проблем. Ну почти, если не считать необходимости иногда обращаться к медицине и всего остального. Я еще в состоянии пока заработать достаточно, чтобы прожить. Не хочу сказать, что богато, но на еду и на штаны хватит. Но проблема в другом. Есть еще ядерное оружие. Есть различные группы влияния в мире. Потому что Китай хочет нашу территорию до Урала. А Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы Китай получил нашу территорию. Ну еще есть много разных тонкостей. Но я уже не говорю про то, что ИГИЛ спит и видит. Ну и так далее. А я уже говорил о том, что ИГИЛ это коммунисты конца 19 века. И если они сюда доберутся, а здесь будет Зимбабве, то мало никому не покажется в мире. Ну нам, впрочем, тоже. И в этом смысле эта осень представляется мне принципиально важной. Почему я уже это много раз говорил, но я еще расскажу. Почему я пошел на выборы? Потому что я считаю, что в нынешней ситуации нужно переводить те проблемы, которые существуют сегодня, в политическое поле. Потому что я считаю, что сохранить Россию без изменения политической модели, в том числе элитной, невозможно. Потому что я считаю, что этой осенью ситуация радикально изменится. Потому что до того монолитный внешний фронт, который контролировал нашу элиту, как там, кто это говорил, Бжезинский, о том, что... Не помню кто, но кто-то из них говорил. Что вы тут объясняете, что у вас имеется элита, когда она свои деньги у нас держит? Это не ваша элита, это наша элита. Вот тут мне пишут, скажем честно, ИГИЛ, это немцы при Гитлере. Ничего подобного, даже близко нет. Немцы это проект националистический, это националисты, нацисты. А ИГИЛ, как и коммунисты, это глобальный проект. Там нет ни эллины, ни иудея. Если ты приходишь и говоришь, я мусульманин, при этом такой радикальный, мы тебя уберем. Будь ты хоть негром преклонных годов. Наплевать. Точно так же, как и коммунистов. Так вот. Вот еще один интересный вопрос. Михаил Ильич, за что убили Михаилса? Дело в том, что Сталин в 1942 году окончательно закрыл исходный коммунистический проект. Распустил коминтерн и стал строить русское национальное государство, ну, империю. А Михаилс, когда он был там в каком-то там году в Соединенных Штатах Америки, начал играть в разные игры с мировой финансовой элитой. Ну, он-то рассчитывал, что ему разрешат поучаствовать в создании государства Израиль, возможно, в Крыму. Я тут в детали не влезал, и, соответственно, я не знаю, какие переговоры и с кем Михаилс вел. Но то, что он их вел, это, в общем, известно. А полномочий на это у него не было. Вот и все. То есть он в данном случае в чистом виде стал, как бы, я должна сказать, что жертвой. Потому что формально он нарушил закон, он совершил измену Родине. Но по каким-то причинам было принято решение, что его не нужно выводить на публичный процесс. Это абсолютно типовая тактика спецслужб. Может быть, как раз для того, чтобы он не рассказывал слишком много, от большого ума. Так вот, а этой осенью монолитный фронт Запада будет расколот. Он, на самом деле, уже расколот, но пока этот раскол происходит внутри и не выражается в исполнительных структурах, которые по-прежнему контролируются мировой финансовой элитой. А вот когда Трамп станет президентом, ну, еще раз повторю, это пока не очевидно, что он станет президентом, но я считаю, что вероятность этого невероятно велика. И она все время растет. Так вот, когда Трамп станет президентом, то он будет менять исполнительные структуры, ну, прежде всего, свою администрацию, и начнется совершенно другая жизнь. И вот в этот момент нужно будет что-то решать. Очень желательно, чтобы в Государственной Думе к этому времени были хотя бы, ну, относительные силы, которые представляют другие группы, не являющиеся четкими клонами современной существующей элитной структуры. Потому что они безнадежные, да, с ними работать бессмысленно и невозможно. Я очень рассчитываю на это, еще раз повторяю, я именно поэтому пошел в Госдуму, чтобы эту тему развивать. Именно поэтому я выбрал партию не думскую, партию Родина. К сожалению, я вижу, да, что очень сложно пробить вот эту вот современную бюрократию. И даже, я не знаю, возможно ли. Но мне кажется, что это момент очень важный и принципиальный. Перерыв на новости. Экономика. Здравствуйте, возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил. Я, конечно, уважаю ваш выбор. Но это ваш выбор, но меня не действует. Я считаю, что главное противостояние при капитализме – это труда и капитала, правильно? А у нас все партии буржуазные, ну пусть розовые там. И только одна партия, конечно, защищает труд. И что бы вы ни говорили, коммунистическая... Коммунистическая партия труд не защищает. Коммунистическая партия – такая же часть бюрократической машины, которая изображает некоторую защиту трудящихся. Назовите мне хоть одно действие, которое сделала коммунистическая партия за последние годы в защиту трудящихся. Ну, хоть одно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ну, не хотят, не надо. Что ж мы тут можем сделать? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, у нас сейчас государство, я думаю, больше напоминает Италию фашистскую. Там помните, как Италия раньше была республика? Это общественное дело. А у нас респривата. Личное дело. И поэтому вот эта вот самая власть, которая подчиняется корпорациям, финансовым, всем деятелям, она и называется фашистой. И вот именно Путин делает, как бы, дело Хрущева, который привел именно наднациональную элиту, которой Сталин боролся, не русскую национальную элиту, а именно наднациональную. Вы понимаете, о чем я говорю? Вопрос какой? И поэтому сейчас... А? Вопрос какой? А вопрос такой, что эта наднациональная элита будет только уничтожать страну и будет как паразит. Нет, она-то, конечно, будет уничтожать страну. Проблема стоит в другом, что она удержать эту страну не сможет. А эта вещь, на самом деле, нетривиальная. Потому что без страны эта элита, уж элитой так точно быть перестает. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Михаил, Вадим, Подмосковье. А вот не кажется ли вам, что социализм, все это вот 17-й год история была связана просто с реакцией... Октябрьская революция была реакцией самосохранения России, что без социализма мы просто пропадем. Нас внутренние эти крысы сожрут. Ну, в некотором смысле да, потому что я напоминаю, что, собственно, февральская революция, это было примерно то же самое, что в 91-м году. Причем тогда была очень сильная концентрация, да, потому что июльский переворот, это аналог 93-го года, расстрела парламента. Тогда было все очень сильно сконцентрировано. Но тогда, я напомню, в стране была война, и, собственно, Октябрьская революция, это, скорее всего, дело рук военных, которые использовали большевиков как инструмент. А, собственно, к реальной власти они пришли уже по итогам гражданской войны. Так что тут ситуация сложная. А уж как у нас сейчас будет все происходить, это вопрос интересный. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил, объясните, пожалуйста, возбрать самку Израилю и пенсию израильским пенсионерам из России, как это все связано? Не знаю, я не знаю. Но теоретически люди, которые сохраняют российское гражданство, имеют право получать российскую пенсию, теоретически. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте, Владимир. Михаил, я не считаю, что вот некорректно, так сказать, вот сравнивать, допустим, коммунистов и ИГИЛ, допустим. И вот вы, ведь самая главная цель, как сказал Клинтон, допустить власти коммунистов. Поэтому вот вы, как бы, вот то, что критикуют коммунистов, мне такое впечатление, что, так сказать, отнять глаза на выборах. А почему некорректно, а почему некорректно сравнивать коммунистов и ИГИЛ? В каком смысле некорректно? Ну, в том смысле, что вы сказали, там что-то коммунисты, там ИГИЛ, там красно-коричневые, там 90-е годы сравнивали, так сказать. У вас аргументов нету, я-то свои аргументы привел. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, извините, пожалуйста, а почему не объединиться всем патриотическим силам, как уже говорят разумные люди, Стариков, Бабурин говорил в парикадах, амбиции свои спрятать, ведь дробят голоса, оттягивают голоса. Потому что дело в том, что значительная часть тех людей, которые называют себя патриотами, на самом деле патриотами не являются. А объединиться, это вообще дело достаточно сложное, потому что институциональная структура, любая, в том числе партия, без поддержки государства, существовать не может. Я еще год тому назад пытался, собственно, и работал с партией гражданской платформы, потому что считал, что из нее можно сделать партию национальной буржуазии, которая была всегда. Я напомню, что даже Сталин поддерживал артели как инструмент индивидуальной инициативы гражданина экономической. И они реально составляли существенную часть нашей экономики. Это их потом Хрущев ликвидировал. И у них там были свои объединения. Ну, собственно, часть объединений осталась до конца, это потреб кооперации. Конечно, в очень усеченной форме, но тем не менее. Поэтому нужна такая партия. Но как только стало понятно, что из гражданской платформы что-то начинает получаться, и позиция некоторая появляется, тут же сделали партию Титула, и хотя уже сегодня понятно, что она не жилец, но у нас опять не будет на правом фланге ничего. То есть, что это означает? Это означает, что малый и средний бизнес лишен возможности официально представлять свои интересы. И что мы видим? Малый и средний бизнес ликвидируются в угоду закрытия дефицита бюджета. То есть, чтобы в этом месяце закрыть дефицит бюджета, мы уничтожаем ту курочку, которая должна была бы в следующем месяце нести золотые яйца. Вообще, поведение нашего Минфина мне напоминает поведение Чукчи из старого анекдота, который утром посадил картошку, а вечером ее выкопал и съел. Мы говорим, Чукчи, что ты делаешь? Нужно же, чтобы она там два месяца росла, тогда ее будет много. Но Чукчи вот сейчас очень кушать хочется. Вот Минфину очень хочется кушать здесь и сейчас. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Вот вы когда критикуете нашу комбрадорскую модель и говорите, что нужна программа перехода к модели, выражающей интересы основной части российского народа. Ну, а, собственно, какая должна быть эта программа? Вот ваши коллеги в качестве такой программы называют действия типа модернизации инфраструктуры, там, ограничения коррупции и так далее. Но вы, как программист, должны понимать, что это постусловие. Это не программа. Чтобы была программа, надо, во-первых, сформулировать предусловие. То есть, вот сделай то, что Юрий Владимирович Андроп в 83-м году говорил, то есть, адекватно описать нынешнее состояние общества. Второе, построить саму программу, но это не самое главное. Надо еще доказать, что она адекватна, формально, там, путем построения инвариантов циклов, там, вот и так далее. Вы это сможете сделать? Инвариантные циклы. Сразу видно, чему вас учили в институте. А, значит, вообще говоря, я про это уже давным-давно рассказываю. Какая должна быть экономическая модель, я знаю. Я, собственно, ее описывал уже много раз. И здесь ее описывал. Вот. Если вы хотите, чтобы была обязательно математическая модель, ну, давайте, проблема в чем? Давайте соберем 10 математиков, найдем бюджет, мы вам, там, за пару месяцев напишем математическую модель. Это вообще не проблема. Но я ее не буду писать в свободное от работы время, потому что у меня этого времени нет. Я не могу себе позволить, там, уйти на 3 месяца, уехать в деревню и писать экономическую модель. То, что мне нужно семью кормить, мне нужно сотрудников своих кормить, ну, и так далее. Это невозможно. Я же не какой-нибудь, там, институт Гайдара или, там, высшая школа экономики, которые кормятся, кто из бюджета, кто на западные гранты. У меня нет источников существования, по-моему, тех денег, которые я сам заработаю. Но что и как делать, я, в общем, знаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Добрый день. Да, радио выключите, пожалуйста. Да, извините, ради бога. Михаил, здравствуйте. Михаил, Москва. Хотел бы, первое подтверждение ваших слов сказать, как руководитель небольшого, малого предприятия, порядка 50 сотрудников, вот им делаем металлоконструкции. Вчера бухгалтер мне показал письмо из налоговой о том, что, как бы это сказать, налоговая просит не выходить за рамки в среднем по отрасли. Налоговая считает, что вы, соответственно, слишком мало платите налогов. Естественно, да. Я сказал, чем это грозит. Мне сказали, что, скорее всего, минимум это будет разговор, как несколько лет назад, почему у вас такие маленькие зарплаты, да, вот, когда я ходил на беседу по налоговому органу. Я в прямой спросил инспектора, а какой у вас оклад? На что мне было отвечено 15 тысяч, я говорю, ну, у нас даже больше, у нас 20 тысяч у работников оклады. Вот, поэтому, ну, это подтверждение ваше слов. Ну да. Что сейчас происходит, я даже вообще не представляю. Я вот, честно говоря, я не знаю, как вести дело дальше. Порядка 50 сотрудников. Ну, я не понимаю, зачем они это делают. Ну, я не могу не согласиться. Я, кстати, вот мне тут все объясняют. Это же замечательная ситуация. Да, я вот, я прошу прощения, я вас оставляю пока. Просто я хочу продолжить дискуссию. Спасибо за передачу, если честно. Но вот, правда, я не понимаю. Невозможно. Поголосовать, но нет надежды. Все, наверное, невозможно выиграть выборы без агитации. Агитация требует денег. Когда ты начинаешь разговаривать с людьми и говорить, ребята, ну, дайте денег под разумную программу. Они говорят, нет, мы не дадим денег под разумную программу, потому что это бессмысленно. Вы все равно в Думу не пройдете. Вы дайте мне нам гарантии, что вас поддерживает администрация президента. Я говорю, ребят, а если она нас не поддерживает, а тогда мы вам денег не дадим. Отсюда немедленно следует, да, что бессмысленно говорить что-то, что не поддерживается администрацией президента, потому что это не имеет возможности куда-то дойти. При этом надо понимать, что администрация президента имеется вполне конкретная часть, которая занимается политикой. А у той части, которая занимается экономика, еще другой взгляд. То есть, эта ситуация абсолютно безнадежная. А что касается предпринимателей, то я много по регионам езжу. Вот я опять поеду сегодня вечером в Новосибирск, буду там снова выступать в институте железнодорожном, который сейчас называется Сибирский государственный университет путей сообщения. Раньше он назывался НИЧТО. Ну, я, соответственно, буду с ними разговаривать об экономике, там еще чего-то. Но при этом я понимаю, что в регионах происходит катастрофа. Да, кстати, могу тоже сказать. У меня тоже интересный вопрос. Если, например, вот, ну, к вам, да, объясните, пожалуйста. Вот если, например, по нефтяной отрасли, да, государство как-то регулирует цены, облагает их налогами и не дает взвинчивать, ну, грубо говоря, таким образом. А что с нашими металлистами? Понятно, хорошо, скажу. А почему они, они что хотят, то и делают. Вот последние новости, вот последнего месяца цена за металл, если в мире она падает, у нас она выросла на 20%. Отвечу. Потому что у них нету лоббистов. У вас нету лоббистов. Потому что не существует системы защиты интересов. Я вот это все время пытаюсь объяснять, я даже проект начал делать под названием «Политический клуб». Вот я 16-го числа поеду в Калининград. И там в Калининграде мы сделали эту структуру и будем ее развивать дальше. Но поддержки я особой в регионах не вижу. Люди не хотят понимать, что надо свои интересы защищать. Они рассчитывают, что счастье придется, само собой. А государство в нынешней ситуации будет только народ грабить. Я уже объяснил схему. Здравствуйте, слушайтесь. Михаил Леонидович, добрый день, это срок. Добрый день. Вот у Путина есть кредит доверия 86%. Ну, уже меньше. При этом при всем Путин этот кредит народного доверия конвертирует в персону Кудрина. И назначает его центром стратегического планирования. И одновременно с этим из каждого утюга несется вот эта цифра 86%. И понятно, что на самом деле им власти этот рейтинг совершенно не интересен. Потому что они его конвертируют именно в антинародную политику. Я хочу понять, вот эта природа этой шизофрении, где кроется? Потому что на самом деле мы в этой ситуации получаемся какие-то дурачки. Мы смотрим на это и не понимаем. Я же объяснял, что политическая модель так устроена, что в ней представлены интересы только очень специфической группы. И все. А все остальные не представлены. И нужно менять эту модель. Иначе ничего не получится. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Это Сергей Сергеев. Позвонил. Не могу не выразить благодарность. Потому что очень редко приходится слышать адекватного человека, Николашатова, который разумно рассуждает. Вот я просто вот сижу, слушаю, господи, думаю, когда же я начну раздражаться. Мне так все нравится. Потому что я прожил большую жизнь в этой стране. И все эти хитрости. Знаю огромное вам спасибо. Большое вам спасибо. Да не за что. Вопрос-то будете задавать? Нет. Ладно. Так.